Двое на качелях. Культовый спектакль прошлого века сегодня играют в Новосибирске. Пьесу о любви и одиночестве представляют Григорий Антипенко и Татьяна Арнгольц. Она молодая, свободная прожигательница жизни. Он амбициозный карьерист и почти в разводе. Герой уже классической пьесы Уильяма Гибсона. Ее инсценировали очень часто как в театре, так и в кино. Она жила на Бродвее, в репертуаре современника и на сцене МХАТа. Антрепризный спектакль и сейчас идет с аншлагом. Причем дело даже не в популярных артистах, играющих главные роли, а в самих персонажах, пронзительных, интересных к воплощению. Если в кино мы получаем дубли, здесь нам не дается дубли, мы выходим абсолютно открытые перед зрителем один раз. И то впечатление, которое мы оставим у зрителей, это запомнится. И в следующий раз либо зритель пойдет на этот спектакль, или на какие-то еще мои работы, либо нет. Татьяна чаще снимается в кино. Там интересных предложений для актрисы больше. «Двое на качелях» – один из немногих спектаклей, над которым Арнгольц не раздумывала, соглашаться или нет. Это та роль, о которой серьезная артистка может только мечтать. А Антипенко согласился и за партнерши. Григорий уже давно больше известен театральными работами, нежели сериальными. Ему интереснее на сцене со зрителем проживать сложные душевные переживания его героев. Это все штучные спектакли, штучные партнеры, штучные постановки касаемо всего. И антрепризы в том числе. В данном случае вот так как раз антрепризы, которые мне не стыдно. Это шедевр. Я не знаю, насчет шедевра или не шедевра, но мы очень честно отнеслись к этой работе. «Двое на качелях» в этом исполнении смотрится правдиво. Спектакль очень искренне принимают зрители. Многие плачут. Кстати, от мнения публики зависит, получит ли дуэт Арнгольц-Антипенко первое место как лучшая антреприза, по мнению звезды театрала 2013. За спектакль уже можно и даже нужно голосовать. Валерия Чернышева, Сергей Татаринов и Евгений Агеев. Новости от С. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова